Чтобы начать программировать на языке Delphi, понадобится вот такая программа. Она называется компилятор. Лично у меня сейчас установлена версия Borland Delphi 7. У вас, возможно, на компьютере уже установлена другая версия. Это может быть CodeGear 2009, CodeGear 2007, Borland Delphi 6 и различные другие ее модификации. Но лично мой выбор это Borland Delphi 7, потому что я считаю данную версию компилятора наиболее надежной. И лично у меня она уверена в бою. Итак, давайте сейчас с нашим компилятором познакомимся. Я его уже открыл, как вы видите. Сверху у нас располагается главное окно. Чуть ниже мы можем увидеть объект Review. Еще ниже объект Inspector. Справа располагается редактор кода, проводник и проектировщик форм. На главном окне программы мы также можем увидеть палитру компонентов. Вот она у нас пошла. На этапе проектирования форма программы как бы составляется из готовых компонентов, то есть частей машинного кода, которые можно добавлять к ней с помощью всего лишь нескольких щелчков мыши. И вот эти все компоненты, они очень сильно облегчают создание наших программ. В системе Delphi существуют сотни готовых компонентов. И при решении многих задач бывает полезно предварительно поискать нужный компонент. За того, чтобы выполнять работу по программированию, возможно, уже сделанную другими людьми. Перемещение по палитре компонентов осуществляется при помощи вот этих клавиш. Здесь мы видим такие ушки. И на каждом ушке располагается свой набор компонентов. С компонентами более подробно мы будем знакомиться в следующей части. Ну а сейчас я просто хочу рассказать, как кинуть какой-нибудь компонент на форму. Выделяю закладку стандарт. В качестве примера возьмем ее. Здесь выбираю компонент button, кнопка. Кликаю по этому компоненту один раз. И далее кликаю на форму. Если сейчас запустить программу... Кстати, запуск программы осуществляется нажатием вот на вот эту кнопочку. Запускаю программу. У нас появляется главное ее окно и кнопка. То есть наш компонент button. Таким же образом добавляются и другие компоненты. В окне объекта инспектора мы можем видеть свойства и события того или иного компонента. В данный момент у меня выделен компонент кнопка. И на закладке properties отображаются все события этого компонента. Вернее все свойства. А на закладке events все его события. О свойствах и событиях того или иного компонента мы уже поговорим в следующей части. Сейчас просто такое краткое введение. Сам код программы, сам текст мы будем писать в редакторе кода. То есть вот здесь. Изначально, когда мы создаем новый проект, делается это при помощи нажатия на файл new application. У нас Delphi создает начальную форму и вот такую заготовочку для нашей программы. Так, что еще следует отметить? Для того, чтобы закрыть проект, нужно нажать на кнопку файл, close it all. Здесь нам компилятор спрашивает сохранять текущий проект или нет. Мы нажимаем нет. То есть сейчас мы закрыли все существующие проекты. Давайте заново все создадим. Зажимаем на кнопку файл new application. И Delphi у нас создает новый проект. То есть вот что из себя представляет компилятор Borland Delphi 7. На этом я данный урок завершаю и буду ждать вас уже в следующем уроке. Продолжение следует...